Изменения в правилах благоустройства Димитровграда потребовались в связи с новыми штрафами за размещение транспорта на газонах, цветниках и детских спортивных площадках. Эти полномочия возложены в Димитровграде на отдел по муниципальному контролю администрации города. Механизм-то у вас отработан. Вы в состоянии с весны 2019 года реально заниматься этой проблемой и действительно наказывать тех людей, которые на сегодняшний день не будут выполнять этот закон. Депутатам доложили, что муниципалитету помощь в оперативности окажет ГИБДД. Кстати, в зимний период штрафовать будут только за парковку на детских или спортивных площадках, а по полной программе весной, когда растает снег. Еще один вопрос в повестке – это установка сроков действия льготы на земельный налог. Получательный льгот на текущий момент является АОДАС и в настоящее время оформляет документы ООДИПМАСТЕР. Общая сумма подачи дохода городского бюджета от данных льгот составляет ориентировочно на 9 миллионов 47 тысяч в год. Конечно, это бюджетные потери, но депутатов заверили, Создание новых рабочих мест в индустриальных парках в дальнейшем компенсирует поступление от налога на доходы физических лиц. Депутаты Аризона требовали не только цифр, но и конкретики. Конкретно с какими предприятиями, фирмами вы ведете договора, переговоры, что будет там выпускаться? Конкретного ответа так и не прозвучало, но поступило приглашение посетить в январе площадки ДИПМАСТЕРа, чтобы депутаты все увидели своими глазами. В январе месяц обязательно посетим и там убедимся реально, что есть, что будет. В самом деле... Профильный комитет еще раз вернется к этому вопросу до пленарного декабрьского заседания Городской думы, где и будет принято окончательное решение. Чтобы мы успели не навредить никому, не затормозить, но и в то же время разобраться. У меня такое предложение. В повестке дня финансового комитета важный вопрос и об итоговом решении согласительной комиссии по проекту нового бюджета. С учетом предложений народных избранников удалось увеличить план по доходам более чем на 25 миллионов рублей. В том числе за счет сокращения расходов администрации города и аренды помещений муниципальными службами. Дополнительные средства решено направить в основном на социальную сферу и погашение долгов муниципалитета. Проект бюджета Димитровграда на следующий год и плановый период Городская дума третьего созыва утвердит в ближайшее время. Арина Макарова, Константин Белов. Наше время.